Музыка Каждый из нас бесспорно любит уют и комфорт Жизнь с наличием всего, что мы бы хотели Друзья, семья, машина и удобная квартира О том, в чем еще заключается комфорт и как его достичь прямо сейчас Меня зовут Рифат Фаткулин В эфире программа «Вектор комфорта» и в этом выпуске Масштабное преображение в республике продолжает благоустраивать дворы и парки В Чебоксарах на днях откроется региональный центр по хоккею В чем его особенность? В столице Чувашии завершается строительство инфекционного корпуса городской детской больницы номер 2, когда планируют сдать объект В Чувашии преображаются дворовые территории В этом году по программе формирования комфортной городской среды Национального проекта «Жилье и городская среда» Благоустроят дворы и общественные пространства на более чем 360 миллионов рублей В селе Большие Яльчики появится парк и спортивная площадка Из задуманного готова уже хоккейная коробка Всю зиму здесь шли тренировки и соревнования Хоккейная коробка по размеру 56 на 26 Это стандарт для сельских, наверное, жителей Но в прошлом году, в этом году зимой здесь Каждую неделю на выходные здесь проводили соревнования Стоимость контракта около 3 миллиона 700 тысяч В прошлом году 3 400 было, но общая стоимость этого объекта 7 400 По соседству с коробкой снаряды для любителей воркаута Вскоре здесь появится и другое спортивное оборудование Село у нас спортивное, любим играть в хоккей, бороться любим Поэтому решили участвовать по этой программе Комфортной городской среде Потому что у нас пластиковые коробки не было, деревянные коробки Потому что сейчас уже есть такая программа, федеральная программа Почему не участвовать в таких программ? Потому что 96% за это федеральные деньги Только на смертной документации мы вложим свои местные деньги Сейчас начался второй этап работ Благоустройство парковой территории По периметру установят фонари для освещения Чтобы не портить облик новой досуговой зоны Все коммуникации будут проходить под землей Парковые дорожки будут из брусчатки Здесь установят ограждения, лавочки и урны Зеленую зону украсят цветы и кустарники По контракту работы должны завершиться к 1 августа Однако, если позволит погода Подрядчики намерены сдать объект чуть пораньше В середине июля В этом году вообще у нас подразумевается где-то около 40 объектов Из них малое количество дворов в территории Порядка четырех Остальное все общественное пространство На сегодняшний момент практически процентов 80 уже экспертизу прошли Оставились только небольшие площадки, которые на сегодняшний момент Скажем так, дорабатывают свои проекты по замечаниям экспертизы Я думаю, до конца мая экспертиза будет пройдена И начнется уже процесс торгов К 1 июля все города и районы республики определят подрядчиков Чтобы ускорить процедуры, Минстрой республики еще в прошлом году Подготовил для муниципалитетов типовые проекты благоустройства Особое внимание экспертизе Большая часть ошибок была связана с тем, что применялись неправильные расценки В сметной документации Не было подтверждения по тем позициям, которые берутся не из сметно-нормативной базы А по так называемым коммерческим предложениям Значит, на каждую позицию, прайсовую, так называемую Необходимо было предоставить три альтернативных варианта И выбрать из них наиболее экономически эффективную То есть произвести так называемый ценовой анализ В целом за год специалисты проверили 260 проектов по благоустройству дворовых территорий И тротуаров в республике на сумму почти 1,4 миллиарда рублей Все работы должны закончиться до конца октября этого года А это уже Шихазаны, Канарский район Всего за один месяц здесь благоустроили парк Победы Рядом с памятником неизвестному солдату поменяли ограждения Установили скамейки, освещение, высадили деревья и кустарники За спиной героя выросла стена памяти с именами участников Великой Отечественной войны Уроженцами Канарского района Этот парк, конечно, для сельчан, для района очень значительен Из района ушло у нас 12 971 человек Половина из них не вернулась Мы должны чтить память всех участников, героев наших Односельчан и жителей района Для потомков очень важно Они могут прочитать о своих предках, посмотреть и гордиться Парк благоустроили на средства федеральной программы Формирование комфортной городской среды Еще часть денег была собрана в рамках проекта инициативного бюджетирования В общей сложности на обновление общественного пространства ушло почти 8 миллионов рублей Сложности были, потому что погодные условия Целых две недели дождики были Наши работники все равно, несмотря на дождь, выходили, работали Потому что мы должны были успеть 9 мая Я участвовал в строительстве, мне очень приятно слышать от людей, которые проходят и говорят очень красиво Парк был создан не как символ, а именно как для отдыха Чтобы люди приходили, ознакомились со списком, чтили память своих предков, ушедших в Великую Отечественную войну Люди вообще восхищены тем, что этот парк был создан Потому что долгое время вот такого центра, благоустроенного центра не было в Шахазанах У местных властей еще много интересных идей И они очень надеются, что жители, как и прежде, не просто поддержат их, но и будут помогать в воплощении интересных предложений Сейчас в Чебоксарах завершается строительство сразу двух социально значимых объектов Вот-вот откроется региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени героя Советского Союза Александра Кочетова И инфекционный сационар городской детской больницы номер 2 в Чебоксарах Гладкий лед и звук лезвий коньков Каток уже залит и готов к работе Дочка Татьяны Кузина и Василиса занимаются фигурным катанием Она одна из первых оценила новую ледовую арену Занимаемся уже 4 года, у нее третий юношеский разряд уже сданный Очень хорошо, что в республике открываются такие центры Это плюс для детей, которые занимаются спортом или хотят только заниматься Это дополнительная возможность в комфортных условиях заниматься Будет более удобное расписание Более 4000 квадратных метров зал, рассчитанный на 300 зрителей Размер ледового поля 60 на 29 метров Сейчас в центре хоккея идет внутренняя отделка и внешнее благоустройство территории Уже совсем скоро круглогодичная арена примет желающих заниматься любимым видом спорта Будет здесь следующий хоккей, это их будет база полностью здесь заниматься Также будет заниматься женская команда, планируем Естественно, Сокол будет заниматься Ну и ночная хоккейная лига, как бы кадеты тоже будут заниматься У нас 5 раздевалок предусмотрено, в каждой раздевалке предусмотрены душевые кабины Санузел предусмотрен, также предусмотрено сушильное помещение Так реализуется программа спорта «Норма жизни» Она одна из составляющих национального проекта «Демография» Стоимость строительства 200 миллионов рублей Согласно контракту, центр хоккея должен быть сдан в эксплуатацию 31 мая Она значима для жителей соседних домов, для Новоюжного района Которые, в общем-то, жители не имели возможности до настоящего времени Заниматься фигурным катанием, хоккеем И Новоюжный район, и весь город, и, соответственно, те, кто приезжает сюда Они уже непосредственно могут использовать этот объект Это, конечно, здорово Бассейн рядышком, соответственно, сейчас можно заниматься хоккеем Я своих детей однозначно приведу именно сюда Курирует подрядчиков республиканская служба единого заказчика Она контролирует соблюдение сроков, качество строительства и расходование бюджетных средств Чтобы все было в соответствии с проектом В данном случае мы не являемся заказчиками на этом объекте Мы только строительный контроль ведем Фактически все готово к запуску Вот остались, например, торцы перегородок, которые из окна выглядывают на втором этаже Они не заделаны Вот такие вот мелочи остались Я думаю, что сдачей объекта ничего мешать не будет Школы, больницы, физкультурно-спортивные комплексы, дома культуры Всего за последние три года специалисты проконтролировали 126 объектов Все они уже сданы в эксплуатацию В комфортных условиях будут теперь лечиться и пациенты инфекционного стационара городской детской больницы номер 2, что в Чебоксарах Это абсолютно новый пристрой, возведенный по самым современным стандартам Новый инфекционный корпус готов на 95% Остались последние штрихи Внутри завершается покраска стен и монтаж подвесных потолков На улице идет установка ограждений и благоустройства территории Уже работают системы водоснабжения, канализации, отопления, подключенное электричество Установлена уникальная вентиляционная система С каждой палаты индивидуально стоят фильтры на входе и на выходе Соответственно, очищается воздух, охлаждается воздух Либо при необходимости подогревается воздух Специфика инфекционного стационара предполагает не просто палаты, а изолированные боксы и полубоксы В которых есть все необходимое для лечения маленьких пациентов В каждой палате имеются выходы на кислород Здесь будут установлены консоли Система вызова медицинского персонала То есть нет необходимости выходить в перидор, влашать медицинскую сестру или врача Не забыли про бытовые условия Есть туалетная комната В боксы и полубоксы завезут холодильники, телевизоры и мебель Возведение объекта началось в сентябре 2018 года В рамках реализации нацпроекта здравоохранения Сдать инфекционный корпус намерены в июне этого года Но могли бы и раньше В ходе строительства выяснилось, что в проекте не учли важные моменты За моей спиной находится теплый переход Значит, был ошибочно запроектирован на втором этаже Необходим был на третьем Также лифтовая шахта одного из лифтов Тоже находилась на втором этаже Должна была на третьем Понятие уровня сложности Я должен сказать, что стоимость самого здания С отделкой, с кровлей, с окнами, с фасадом С благоустройством, с подъездными путями Составляет порядка 170 миллионов А остальная сумма, тоже порядка 170 миллионов Это стоимость внутренних систем У нас там два специалиста закреплено на этот объект И они проверяют ежемесячно качество и количество выполненных работ Соответственно, без их визы к оплате ничего не принимается Потоки детей будут четко разделены Так, на уровне приемного отделения Юные пациенты с кишечным синдромом Не будут пересекаться с теми, кто заболел респираторными инфекциями С учетом открытия этого корпуса У нас число коек не меняется Оно остается 140 Но в этом корпусе будет, значит, развернуто 50 коек Сегодняшний день у нас функционирует Значит, приемно-диагностическое отделение Боксированное отделение Отделение острых респираторных инфекций Отделение кишечных инфекций И отделение реанимации И все эти отделения укомплектованы медицинским персоналом Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала То есть мы готовы открыться В комфортных и современных условиях будут лечиться дети со всей республики Это была программа «Вектор комфорта» Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова